В период пика сезонных отпусков в Москве заработал, пока в тестовом режиме, новый терминал аэропорта Внуково. Сегодня там приземлился первый рейс из Анапы. В первое время терминал станет принимать только внутренние рейсы, но позже будет организовано и полноценное международное сообщение. Наш корреспондент Николай Захаров встречал в новом терминале первых пассажиров. Он сейчас в прямом эфире. Николай, что из себя представляет здание терминала и насколько удобно оно вам показалось? Как выглядит новый терминал, хорошо видно отсюда. Большое видится на расстоянии. Издалека обрамление здания аэровокзала напоминает чем-то корону знаменитой статуи свободы. Само здание сплошной хай-тек, бетон, стекло, металл, по мнению архитекторов. Оно с высоты птичьего полета должно напоминать раскинувшийся парус. А расположенные внутри под потолком декоративные светильники в виде белых треугольников должны ассоциироваться с чем-то вроде бумажных самолетиков или воздушных змеев. Первыми на востройку оценили 66 пассажиров рейса Анапа-Москва, для которых прибытие в терминал стало своего рода сюрпризом. Предлагаю посмотреть эмоции, как люди реагировали на этот сюрприз. Спасибо за сюрприз, было очень приятно. Что приятно? Красивый аэропорт такой, смотрите. Хорошо, что строится, здорово. Уровень очень достойный. Предупредили в автобусе. Что сказали? Сказали, что мы рады приветствовать вас в новом терминале. Это будет для вас, если вы хотите увидеть, что-то стало. Не знаю, как здесь будет потом, но сейчас все намного культурнее, чище, приятнее. Как будет движение, как поток, сколько будет народу, время покажет. Сейчас терминал работает в тестовом режиме и только принимает пассажиров. Улететь отсюда нельзя по одному рейсу в день. Так он будет функционировать примерно до конца июля, а потом отсюда начнут отправлять самолеты. Но только по внутренним рейсам улететь может только будет в российские города. Этот терминал должен, по задумке авторов, стать максимально комфортным. Здесь пять уровней. Будут работать 25 телетрапов, таких рукавов, через которые пассажиры из здания вокзала переходят сразу в самолет. 76 лифтов, 60 эскалаторов, 152 стойки регистрации и 60 кабин паспортного контроля. Все это должно уменьшить очереди, которые обычно бывают в аэропортах. Также здесь организатор обещает достаточно большой такой ресторанный дворик, где будет очень много кафе. И это должно снизить те цены, те высокие цены, которые обычно на продукты в аэропортах. Сейчас же здесь обещают уникальную систему обработки багажа. То есть в администрации пообещали, что это позволит избежать путаницы и потери чемоданов и сумок. А кроме этого, здесь сделано все, чтобы сюда было комфортно добраться. Здесь построен подземный железнодорожный терминал, который просто пристыкован к зданию аэропорта. Здесь в подземном уровне как раз соединяется он с аэропортом. То есть вы не через улицу проходите, вы не идете там сколько-то, а вы пропадаете, приезжая на электричке, вы попадаете сразу в здание аэропорта. Новый терминал Внуково, выражаясь образно, это даже не внук, а правнук первого здания аэровокзала, построенного в 1941 году. Расположен он справа от основного старого строения. Это если смотреть на него, если стоять к нему лицом. Кстати, старое здание со временем демонтируют, а вот новый терминал должен стать основным и пропускать он через себя будет, так по крайней мере планируется, около 20 миллионов пассажиров в год. К примеру, Шереметьево пропускает сейчас 14 миллионов пассажиров. На полную мощность терминал заработает, когда здесь будут организованы международные рейсы. Ожидается, что это произойдет уже осенью. Спасибо, Николай. Из столичного аэропорта Внуково, где сегодня в тестовом режиме заработал новый терминал, был наш корреспондент Николай Захаров. Продолжение следует...